В течение двух дней в технопарках Нижнего Новгорода и Сарова 176 воспитателей, учителей и педагогов дополнительного образования Нижегородской области стажировались в рамках программы Coding Days LEGO Education. Тренеры-инструкторы из Москвы в формате мастер-классов и лекций помогли преподавателям лучше разобраться и освоить методики стим-обучения. Когда дети на одном и том же уроке в процессе создания какого-либо механизма узнают законы физики, проводят математические расчёты и программируют роботов. Мы говорили о STEM и STEM-подходах в образовании, о проектном методе и о том, как в современном мире учить детей к проектному подходу, к командообразованию и работе с информационными технологиями. В технопарке Саров педагоги познакомились с современными образовательными технологиями. Участники программы смогли самостоятельно поработать с конструкторами, которые можно использовать в обучении детей. Попробовали собрать и запрограммировать роботов. Обсудили основные навыки, которые должен иметь выпускник школы для трудоустройства и успешной реализации своего потенциала в будущем. Зачастую наставники неполной мере используют все ресурсы, образовательные технологии данных конструкторов. Сегодня у них появилась возможность задать вопросы тем людям, которые являются разработчиками и конструкторов, и программного обеспечения, получить новые компетенции или углубить свои знания в этой области. Главная цель – дать возможность педагогам получить навыки программирования, которые они смогут передать подрастающему поколению. Учитель информатики Дивеевской школы Павел Широков считает, что подобные мастер-классы позволят вывести систему обучения детей на новый уровень. То, что здесь нам сегодня рассказывали, уже у нас в какой-то степени есть в школе, просто хочется повысить уровень методически, чтобы детям лучше объяснять, и чтобы использовать оборудование, возможно, приобрести новое оборудование, которое поднимется к информатике и вообще дополнительное образование на новый высокий уровень. Когда у них вот этот робот начинает что-то делать, ехать, выполнять то, что они задумали, совершенно другой, когда они берут какой-то набор, собирают его, потом начинают думать, как бы сделать так, чтобы он поехал, где бы это прочитать, и что значит вот этот большой сложный код, который нужно написать, и чтобы что-то произошло. Преподаватели уверены, робототехника позволит увлечь детей в образовательный процесс. Новый подход к обучению даст им необходимую базу в сфере информационных технологий, позволит с большой скоростью распознавать и развивать свои способности. Дарья Кузина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.